Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова рады приветствовать вас на нашей передаче, на которой мы продолжаем отвечать на вопросы, касающиеся религиозной жизни и взаимоотношений человека и Бога. Вы знаете, что человек может находиться в двух состояниях. Быть одиноким или выбирать семейный образ жизни. Каждый из этих двух путей является одинаково тяжелым. Самым тяжелым, безусловно, является одиночество. Но не менее сложным путем является семейная жизнь. Сосуществование двух порой очень разных людей под одной крышей, которые, наблюдая друг друга в течение всей своей жизни, которые вынуждены мириться с недостатками друг друга. Когда вы задавали этот вопрос, наверное, вы думали, что ответом на него будет то, что крестом семейной жизни является взаимное терпение друг друга. Но мне хотелось бы сегодня обратить ваше внимание на то, что, пожалуй, для современного человека является самым сложным, а для многих и недостижимым. Это проблема любви, сохранение любви между двумя людьми, мужчиной и женщиной, сосуществующих в браке. По одному очень меткому выражению, любовь является тем покрывалом, которое закрывает друг от друга или, вернее, делает возможным принятие даже недостатков друг друга. Известна также такая мудрость, что если существует чувство любви, то недостатки становятся достоинствами. А когда нет этого чувства, то и добродетели и достоинства человека превращаются в его недостатки. Сейчас мы живем во время, в которое особенно легкомысленно люди относятся к семейной жизни. Под влиянием средств массовой информации, массовой культуры, которая в основном является весьма и весьма поверхностной, для многих людей любовь ассоциируется с чувством и только с ним. Но по собственному жизненному опыту мы знаем, что наши чувства зависят от многих факторов, в том числе от природных условий, от того, светит сегодня солнышко или нет, пасмурно сегодня, каково наше общее состояние, самочувствие, да и просто от того, с какой ноги мы сегодня встали, просыпаясь. Поэтому если ассоциировать любовь только с чувством, то тогда оно превратится в очень и очень зыбкое и поверхностное понятие. Один из американских психологов и священников рассказывает о таком случае. Одна женщина пришла к нему и говорила о том, что ее супруг после медового месяца вдруг заявил, что больше не любит ее. Прошел всего лишь месяц их совместной жизни, и он пришел к выводу, что у него прошло чувство любви. Отсюда можно сделать вывод, что этот мужчина, очевидно, до конца не понял, что есть любовь. Возможно, он тоже оказался под влиянием и воздействием этой самой пропаганды, которая ассоциирует любовь только с чувствами. И поэтому, естественно, когда это чувство вдруг под влиянием каких-либо, может быть, даже внешних, наносных обстоятельств притупилось, то он решил порвать взаимоотношения, решил расторгнуть брак. Таких явлений в нашем современном мире огромное множество. Но читая Евангелие, читая жизнеописания добродетельных людей и пар, мы с вами понимаем, что любовь — это не только чувство, но это постоянная работа, и вместе с тем направление жизни людей к друг другу, проникновение друг к другу. Один из американских психологов давал такое понятие любви, что это способность человека дать другому состояние уверенности, удовлетворенности и возможности самореализации. В общем-то, каждый из нас старается все это осуществить для себя. Но когда человек переносит свои собственные потребности и то, что он может сделать для себя на другого с той же самой активностью и полагает, что называется свою жизнь ради другого, то это можно назвать любовью. Устоять в этом состоянии весьма и весьма трудно. Ко всему прочему, теми же самыми средствами массовой информации и массовой культуры пропагандируется, что мы готовы любить только до определенного момента, только когда что-то нас устраивает. Потом же каждый считает возможным сложить в себя обязательства, если он вдруг почувствовал, что недополучает чего-то от своего партнера, от человека, живущего с ним рядом. В семейной жизни, как вы все прекрасно знаете, безусловно, больше пасмурных дней, нежели солнечных. В взаимоотношениях супружеских пар наступают и мрачная ночь, и охлаждение отношений. И каждый по собственному опыту, кто, как что называется, не рубит с плеча, знает, что эти состояния проходят и сменяются снова солнечными днями, радостью и теплом. Любовь, как и всякий человек, динамична. Она развивается, она растет. Но многие этот рост или задержку в росте воспринимают как прекращение, не как начало новой фазы, не как начало нового периода витка в жизни. И вот это является, пожалуй, самой главной бедой современного человека. Количество разводов, расторжение брачных союзов свидетельствует об этом. свидетельствует о легкомысленности и о том, что современный человек не готов до конца понимать любовь как работу, как то, что необходимо развивать друг в друге и в себе прежде всего. Ну а теперь, в принципе, можно сказать и о том, что прежде всего подразумевается под крестом семейной жизни, о терпении. Терпение является, безусловно, вторым составляющим элементом семейной жизни. Люди разные, люди со своими недостатками, которые порой в течение жизни не могут обточиться или приобрести желаемо округлую форму. И здесь необходимо колоссальное и большое терпение. Но все вы вместе с тем знаете о том, что обыкновенное человеческое терпение имеет свои пределы. И вот здесь-то каждая семейная пара должна возложить упование не только на свои собственные силы, но и на Бога, который дает силы для терпения и взаимной семейной жизни. Если семейная пара обращается к Богу и полагается не только на свои силы, но на помощь Божию, то тогда она приходит и укрепляет силы для терпения и взаимной счастливой супружеской жизни. Ко всему прочему, крестом семейной жизни являются и дети. Многие примеры жизни святых, ну, например, такой самый яркий, жизнь Блаженного Августина, сообщает нам о том, что родители очень часто терпят скорбь из-за своих детей. Мама Блаженного Августина очень долгие годы проливала слезы, молясь Богу о том, чтобы ее сын, ведший до определенного возраста беспутный образ жизни, обратился к Богу и стал порядочным человеком. Потребовались многие годы терпения и скорби этой блаженной женщины, чтобы произошел этот сдвиг, чтобы он открыл свое сердце для Бога и переменил действительно свою жизнь, став добродетельным христианином и вместе с тем человеком, на которого мы теперь хотим равняться и ему подражать. Многие дети, вырастая, не воспринимают тех установок, которые дохотели дать им родители. Мы знаем большое количество примеров, когда из благополучных и порядочных семей выходят дети не совсем с благополучными судьбами. Они наносят огромную колоссальную боль своим поведением родителям. И вот это тоже является крестом семейной жизни. То, что вызывало жалость у апостола Павла, когда он размышлял о семейном существовании. На этом, я думаю, наша передача сегодняшняя закончена. По мере сил мы пытаемся отвечать на ваши вопросы, просим вашего снисхождения и не судить нас строго, если наши ответы не всегда может быть удовлетворяют полностью вас. Вместе с тем просим вас по-прежнему обращаться к нам на студии не только с вопросами, но и с отзывами. С тем, как вы видите нашу передачу в дальнейшем, как она вам кажется сейчас. Может быть вы хотели бы что-нибудь, чтобы поменялось. Мы ожидаем от вас отклика. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова